Бегом по центру Ярославля полторы тысячи легкоатлетов нашего города соревновались в зоне ЮНЕСКО. Эстафета учащихся состоялась 86-й год подряд. Алена Стецук тоже пробежалась. Это сейчас забег посвящен Дню Победы, а ведь сама спортивная традиция берет начало еще в далеком 1932-м. Тогда участники не только бегали, но плавали и даже стреляли. За такую богатую историю эстафета лишь раз переносилась в 80-х годах из-за погодных условий. Сейчас, конечно, не снег, как тогда, а моросящий дождь. Такие осадки спортсменам нипочем. Даже самым маленьким дошколята второй год открывают череду забегов. Соревнованиям предшествовала подготовка. Интересно. Детям очень нравится участвовать в соревнованиях. Соревновались между другими командами. Составляли в садике команды и соревновались. Бегали, соревновались. Юные участники представляют 16 детских садов Ярославля. Кроме них здесь студенты 4-х вузов и 9-ти колледжей. Главные бегуны – школьники. В эстафете 60 учреждений среднего образования. Школьные состязания, как мне кажется, являются очень интересными, потому что ты конкурируешь между школами города. И если еще соревнования проходят на достойном уровне, то это всегда было престижно. Прийти, поучаствовать, оставить свою школу. Если еще много зрителей, то это в войне втройне интересней. В забеге в основном ученики от 8-го до 11-го классов. Команда 6 человек. Мы участвуем первый раз. Мы из 8-го класса. И нам предоставили первый раз такую возможность. Да, и мы согласились. Но я очень люблю бегать, поэтому я думаю, я хорошо прыгну. Я первый раз участвую. Много вас жду. Думаю, выиграю. Я занимаюсь футболом. Тренируюсь каждый день. Дамы вперед. Начинают взрослую эстафету девушки. Маршрут эстафеты целиком пролегает по исторической зоне Ярославля. Дистанция разделена на 9 этапов. Этапы самые короткие. Там от 250 метров до 750 метров. То есть каждый бежит свой этап в зависимости от того, как они готовы. То есть кто-то спринтер, кто-то в более длинную дистанцию. Это уже зависит конкретно от тренера и от представителя команды. Лучшими в этом году среди юношей стали ученики 49-й школы. А из девушек лидировали воспитанницы 33-й. Алена Стецук, Михаил Орлов. Новости города. Спасибо.